Привет! Сегодня я хочу рассказать про такое направление EDC. Оно расшифровывается как Everyday Carry. Это такая терминология, которая собирает в себя предметы, которые человек ежедневно использует в своем обиходе. То есть это какие-то мелкие вещи, которые человек ежедневно носит с собой в сумке, в рюкзаке и так далее. То есть это набор используемых вещей. Что входит в этот набор? У каждого человека он, естественно, индивидуальный, в зависимости от его рода деятельности, от его практичности. Сейчас хочу рассказать про тот набор, то есть про те вещи, которые есть у многих в наборе. Возможно, у вас какого-то нету, допустим, и вам будет интересно про них узнать, что это такое и для чего используется. Начнем с самого популярного. Самое популярное это ножи, складные ножи, которые люди используют. То есть ножи вообще куча, множество разных существует. Вот я сейчас именно расскажу про ножи, которые подходят под EDC. Это маленькие ножи. Какой это должен быть нож? То есть это тот ножик, который мы носим с собой ежедневно для каких-то там задач определенных. Ну, так скажем, на всякий случай, где-то что-то отрезать, где-то что-то в машине, может быть, вам нужно. Где-то, допустим, вы, может быть, груза получаете в транспортных компаниях, вам нужно скрыть коробку, допустим, что-то где-то отрезать и так далее. То есть это маленькие ножи, которые складные, которые, они легкие, вот, их можно спокойно положить, либо носить в кармане, либо положить в сумку. Про то, куда там все это дело складывать, тоже немножко в конце расскажу, вот, какие варианты бывают. Вот, то есть в ассортименте у нас много ножей, они все, как правило, вот с такими клипсами сделаны. Вот, для того, чтобы носить их, ну, крепить для ношения на поясе или в кармане. Их множество, различные рукоятки, различная цена, толщина стали, там, и прочее. Вот, но основное, это они должны быть маленькие и складные. Второе, это мультитулы. Мультитулы, которые, вообще, их тоже большой ассортимент мультитулов, но я хочу показать две модели, которые подходят под эту систему. Это маленькие мультитулы, которые, ну, то есть на каждый день, то есть они именно позиционируются так. Вот, то есть, что здесь есть? Вот это мультитул, это Лизерман Микро, вот, достаточно популярный мультитул. В нем есть маленький нож, отвертка, ножницы, отвертка еще одна, щипцы вот такие маленькие, и тоненькая отвертка, и открывашка. Вот, все это дело, если сложить, вот так вот, то это все превращается вот в такой вот маленький, где еще эта линейка есть, 5 сантиметров, 5 сантиметров он длиной, как спичный коробок. Вот, вот такой вот маленький, можно повесить на ключи, повесить вовнутрь рюкзака, допустим, сразу вот покажу, например, во многих сумках и рюкзаках, в рюкзаках есть вот такая вот внутри ключница. Вот, ну, я не знаю, кто ее использует, но я вот не использую никогда, у меня во многих рюкзаках есть. Можно, например, сделать вот так, и чтобы этот мультитул был всегда там у вас валялся в сумке. Вот, то есть, когда нужно, вы его открываете, что-то делаете. Вот, то есть, этот мультитул, вот этот уже посерьезнее мультитул, это скелетул, вот, скелетулы бывают карбоновые, там, разный, разного цвета, достаточно популярный мультитул. Вот у меня у самого такой, в личном пользовании. Вот, тоже маленький карманный мультитул, который можно закрепить, это открывашка, это и карабин для ношения его там на, тоже, опять-таки, кикатный рюкзак, зацепить на сумку, вовнутрь и так далее. Он уже такой посерьезней, у него пассатижи, кусачки, отвертки там и так далее. Отдельно можно про него, с ним ознакомиться будет потом с функциями мультитулов. Вот, далее, переходим к элементу, это у нас фонарики. В систему EDC входят фонари, которые, ну, маленькие, соответственно, то есть, это не основной свет, это где-то что-то подсветить. Где-то что-то там, как сказать, ну, там, в гараже, может быть, где-то подсветить, там, в машине что-то найти нужно там и так далее. То есть, это маленькие фонари, карманы, вот, есть они там именитых брендов, это, например, LED Lancer, да, вот такой, то есть, мы тоже делали отдельно эти обзоры. То есть, также можно повесить его куда-то, либо там к ключам прицепить. Вот, еще меньше есть вот такой вот вариант, еще тоньше, один светодиод, маленькие батарейки. Вот, это LED Lancer у нас. Есть вот такой вот фонарь, очень классный, Armitec Zippy. Тоже, также мы делали обзор, у него есть здесь крепление, тоже крепление у него под карабинчик есть, да. То есть, если мы видим, видите, да, что все, в принципе, элементы EDC, они все, ну, как бы, с каким-то отверстием, ну, как сказать, с какой-то, ну, место, короче, есть, куда можно зацепить карабин. Куда-то его прицепить, короче говоря, можно. И такое же вот крепление клипса, тоже можно повесить сюда, в рюкзак убрать и так далее. Тоже крутой фонарь, ярко светит, от USB заряжается, вот, не боится падения, не боится там в воду попасть. 200 люминов он светит. Очень крутой фонарь, кстати, да. Есть еще такое там с креплением на лоб, вот. И еще один интересный фонарик, это вот у нас Fenix. Вот, тоже, ну, достаточно новый бренд в нашем ассортименте. Тоже это маленький фонарик, 85 люминов, тоже он с креплением, куда-то как брелок, одно второе. Вот, далее идем. Это различные карабины. Карабины, которые сочетают себя, то есть, обратили внимание, да, что везде есть крепление, я уже сказал об этом. Там, соответственно, нужны карабины, чтобы это закрепить куда-то, вот. То есть, если это обычные карабины, их сейчас много, просто некоторые показываю. Обычный маленький карабин, что, ну, то есть, любую вещь туда можно закрепить. Вот, карабины, которые содержат в себе различные еще и необходимые вещи. Например, вот это карабин. А, нет, это не карабин, это тоже фонарик. Вот. Фонарь, брелок, скажем так, да, у него два фонаря. Здесь такой светодиод один стоит, и здесь что-то типа кемпингового. Вот так вот он светит. Вот, и так. Вот, и открывашка для бутылок. Ну, и вот такие карабины, которые там тоже вот содержат в себе различные. Вот ножик, например. Вот, карабин плюс ножик. Или, например, карабин. Нет, это не карабин. Это просто брелок тоже такой, который содержит в себе нож, фонарик. Сейчас, батарейки там нету. Требу надо ставить и открывашку. Вот. Или, вот, например, вот такой вот брелок, карабин и фонарь тоже. Они, кстати, очень недорогие. Вот эти вот 115 рублей, например, следопыт такой стоит. То есть, это вот такой вот фонарик. Ну, брелок. Брелок, карабин и фонарь. А, здесь есть защита, короче говоря, на 2000, чтобы он загорелся, засветился. Вот. То есть, это что касается карабинов. Да, карабинов и каких-то приятных штук. Вот. Потом еще вот такой вот есть фонарь, как сказать, крепление для ключей. Для ключа. Вот. Такая вот система. Сюда можно взять ключ ваш. То есть, он открывается, сюда вставляется ключ. Вот. Ну, или вот эта штучка на ключ одевается. И у вас вроде как ключ, в то же время вот так вот он подсвечивается. То есть, если у вас часто бывает, что вам нужно, там, в коридоре, допустим, света нет. То есть, вы нажали. И чтобы попасть в замочную скважину, вы так открываете. То же, то есть, годится потом ежедневное использование. Кому-то может быть актуальным. Плюс он продается в таком вот боксе. В таком. То есть, можно его потом использовать. Допустим, там документы какие-то, деньги брать там куда-нибудь в поход у нас плав. Идем далее. Вот совсем недавно вот делали обзор, опять-таки, на кошелек. Вот такой вот LED Lancer. Вот, он тоже годится. Здесь есть и фонарь, здесь есть карты. Этот блокиратор, получается, от сканирования. Беспроводная зарядка у него. Там еще такое. Ну, совсем недавно делали обзор. Не буду на нем подробно останавливаться. Вот, далее, что еще у нас есть? Возможно, можно, как бы, в набор EDC положить вещи, которые разжигают огонь. Да, то есть, это вот, например, следопыт. Вечная спичка. То есть, туда заливается бензин для зажигалок. И высекается огонь. Вот. Тоже у него есть, куда его повесить. Вот. И огнево. Вот. Огнево с кресалом. Там можно высечь искру и разжечь огонь. В случае, если вам, ну, в вашей жизни есть такая необходимость. Мало места занимает. Кому-то, может быть, пригодится. Вот. Далее. Часто вот, там, практичные люди такие, да, кто там занимается страйкболом, используют вот такие вот выживальщики, да, постоянно, постоянно на основе носят вот такие вот браслеты. Вот. Это аварийный браслет такого выживальщика. Ну, это уже больше к теме выживания, конечно, но тоже про него расскажу, да. То есть, это браслетик, который содержит в себе огнево, да, можно огонь получить. Здесь свисток есть, можно свистеть, привлекать внимание. И здесь есть веревка. Здесь, наверное, 2 метра, да. Здесь 2 метра паракорда. Вот. Это толстая, ну, такая достаточно прочная стропа, которая, там, по-моему, 200 или 150 килограмм выдерживает. Сейчас не помню точно. Короче говоря, у вас 2 метра с собой веревки есть полезно. Далее. Вот такая и вещь есть, брелок. Это такая аварийная зарядка для телефона. Тоже ее можно повесить на ключи, вот такого на размеры, маленького, сантиметров 5-7. С одной стороны USB, с другой стороны у него microUSB. Вот. То есть, если у вас, там, допустим, телефон или прибор на microUSB, то есть, он тоже болтается, висит где-то. И можно им, там, в случае, если у вас что-то село, там, ну, вот, например, заряжать, там, телефон, да, или какой-то гаджет. Вот. Далее. Ну, вот это такая же, значит, штука. Вот она вот такого размера. Тоже USB у него. Ну, зарядка, короче, microUSB. Так. Дальше идем. Вот такое вот термоодеяло. Тоже его можно отнести, там, к аварийному набору. У многих он туристов, выживальщиков лежит такое термоодеяло. Но я считаю, что его можно, в принципе, с собой носить и, как бы, в случае необходимости им пользоваться. Занимает мало места. Очень круто работает. Сохраняет тепло. Он защищает от дождя, ветра. И от прямых солнечных лучей защищает. Он достаточно большое. 160 на 210. То есть, им можно укрыться. Оно реально держит тепло. То есть, после марафонов обычных, после каких-то на каких-то соревнованиях, где немножко прохладно на финише, вот организаторы часто очень такие вот одеяла выдают. Ну, просто я по себе сам пользовался. То есть, обернулся в него. Вроде оно тоненькое, но очень круто сохраняет тепло. И еще вот такая вещь, это тоже недавно такая у нас появилась штука, это антидок. Это, если я говорю, есть у вас вероятность повстречать агрессивных животных, таких как собак, собака, собаки, то, в принципе, вот в сумке можно бросить вот такой вот антидок, средство, которое защитит вас от встречи с агрессивными животными. Так, далее. В чем это все дело можно переносить? Ну, у всех разная система. Система. Кто-то носит каждый день рюкзак, то есть, это можно бросить там в карман рюкзаков, разложить по карманам. Кто-то вот, я, например, вот такую сумку использую, то есть, здесь, в принципе, там маленький фонарь, карабин, нож, все влезет. То есть, здесь есть достаточно хорошие карманы, вот все это разложить в этот карман, там задний карман, плюс документы, ключи. Все можно сюда положить и вот носить, например, вот в такой вот сумке. То есть, она унисекс подойдет там, как девушкам, как парням. Или, например, вот более такой практичный вариант, то есть, если можно повесить ее на пояс и носить там, чтобы она прям всегда была с вами. Вот такая сумка на пояс. Ну, и, в принципе, можно любые другие сумки тоже применить для ношения всего этого хозяйства. Ну, вот, вкратце я рассказал, что это за система, что туда входит. И в связи с этим хочу провести такой небольшой конкурс для тех, кто посмотрел это видео, для тех, кому интересна эта тема. Спасибо.